Самые богатые коллекции, которые на самом деле собирают люди, которые уже пользуются статусом миллионер-минимум, да, и которые могут позволить для своего хобби, там, скажем, тратить 100 тысяч евро в год, да. Я видел такие коллекции, как они выглядят вообще, как они оформлены. Если у нас такие в Латвии люди есть, это хорошо. Да, есть, конечно. Правда, эти люди особо не афишируют себя, естественно, да. Это не тот, скажем, по деньгам уровень, который я могу спокойненько рассказывать и не бояться ничего, да. Но что я хочу сказать, что вот сколько я видел, то у нас именно Латвии, это я заявляю всей ответственностью, у нас была самая лучшая ювелирная школа среди Балтийских республик. И начало это взяло, начало взяло с царских времен, еще с царских времен, потому что царское, в чем здесь нюансы есть, как говорят? Как-то так получилось, что в Риге уже в 19 веке, даже в 18 веке, жили евреи, разрешали жить. И еврейское искусство и культура ювелирная, это высший мировой уровень, это однозначно мое заключение. И вот эту культуру, сами технологии, которые в династиях передаются, и они дошли фактически до 70-х годов Латвии. И поэтому, в том числе, так называемое Ульманское время, это первая из Латвийской республики до 40-го года, у нас ювелирное дело, отраженное фоляристике, было в высочайшем качестве. Это мировой уровень, до 40-го года фактически все нагрудные знаки, значки даже, это изготавливались только из драгметаллов, это минимум серебро, и, соответственно, только горячими эмалями. Невероятно качественные и красивые. Это ювелирное изделие, на самом деле. И опять вот, не в обиду нашим братьям-литоцам, я скажу, что у них, по моему мнению, это все где-то там ниже по качеству. И эстонцам приблизительно так же, как и нас, приблизительно. Для литовцев свойственно посмотреть что-то и подумать, как это, но можно сделать чуть подешевле. И у нас очень есть редкие значки, которые касаются вопросов фоляристики. Это значки и знаки, там опять есть понятие, значки и знаки, которые выпущены именно в 1940 году и 1941, при советской власти. И что интересно, они выпущены приблизительно, ну, по тем временам, кооперативами, артелями, уже после национализации, но при сохранении всей школы, которая была до 1940 года. Это ювелирные изделия вообще, это невероятно редкие, потому что был вариант какой, сколько я знаю, несколько вот таких историй, что, например, за значок, который находил, скажем, при обысках, ну, были добрые люди, которые всегда все подсказывали, да, и если при обысках, например, гестапо-вцы находили уже нагрудные знаки с серпами молдом, или, ну, красной звездой, естественно, фоне, или наоборот, то это было вполне достаточно. Вот это уже было достаточно. Не всегда для расстрела, но то, что можно было попасть в концентрационный лагерь Сауспилс, вот это было уже достаточно вполне. Там без вопросов. Дальше вопросов не задавали. Тебе грузили машины, отвозили. И поэтому учетом того, сколько раз у нас здесь менялась политическая власть, и когда от всякого рода вот таких, скажем, даже битовых вещей зависла уже человеческая жизнь на самом деле, то вы можете представить, сколько это сохранилось? Конечно, люди избавлялись. Конечно, люди от этого избавлялись. Я могу сказать, что у меня есть на руках оригинал, первый том Симона Дубнова, например, изданная историей еврейства, да, ну, там точное название, сейчас тогда мне надо сказать, посмотреть интернет, но вообще-то история еврейского народа, которая издана во времена Ульманиса, что интересно. Значит, после 1934 года, хотя у нас там говорят, там, фашистские перевороты и так далее, там тоже были нюансы со всем этим переворотом и так далее, да. Издана на русском языке и в Риге, и в 1931 году. Вот здесь опять нюанс какой. Представляете, если эту книгу находили во времена уже немецкой оккупации, какие-либо и последствия. Вот мне она есть, сохранена. То есть, так можно проследить историю нашей страны, историю семьи, историю династии, я бы сказал. И почему это важно? Потому что люди, которые не помнят прошлое, у них нет будущего. Ну, это не я говорю, это ничего нового нет, но я согласен, что вот эта поговорка, можно так смотреть, да, если так смотреть, что она очень важна и на самом деле она играет огромную роль. Потому что человек, который не помнит, кто он такой и откуда, вряд ли у него и у него детей есть будущее. Вот это уже серьезная тематика, чему приводит, соответственно, вот вроде какое-то там незначительное, как говорят в народе, собирательство. Да, ну вот я очень рад, что у вас есть как свидетельство истории, так и свое знание о том, что это такое, да. И вот вы делитесь с нами, с другими людьми. Я вижу в этом большую социальную помощь и пользу. И, да, действительно, народ, который помнит свое прошлое, да, он может, у него есть шанс создавать будущее, это здорово. В советское время нам Чингис Айтматов об этом говорил в своих рассказах. Я вот помню, в школе писал сочинения, мне очень нравилась эта идея, эта мысль, да. И вот действительно я вижу, как миссия коллекционеров вот в этом и заключается, да, сохранить прошлое и передать его следующим поколениям. Кстати, вот вы начали с богатства, что, чтобы собирать что-либо, нужно быть богатым человеком. В принципе, в русском языке слово богатство, оно имеет несколько значений, не только деньги, но и уровень развития, и вот понимание вообще жизни, в том числе и знания истории, да, и понимание того, что полезно для выживания, группы, в которой ты живешь. Потому что это тоже в определенном сросте, в образе, да, в определенном, на определенном уровне это тоже богатство, это тоже большая ценность. Иногда даже это ценнее, нежели просто наличие денег. И я считаю, что ценность, сама ценность это русский язык, хотя это у меня не родной язык, но и когда я имею дело с иностранцем, но которые тоже разговаривают по русскому языке, я их всегда подкалываю, я говорю, и можете мне сказать русское слово, в котором есть семь букво? И они всегда как-то сразу так начинают задумываться. Я говорю, ребят, очень простое слово, тем более как бывшему советскому офицеру, очень близко это слово обороноспособность. В этом слове, соответственно, семь букво. И еще один аспект, то, что касается русского языка, там даже без Даля и без Ожегова, можно сказать, есть слова, которые имеют совершенно другое значение, и которые перевод, прямой перевод на эмоциональном уровне сделать невозможно. Вот это есть слова, которые касаются, просто очень простой вещь, например, да, это страна, государство и держава. Это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. И вот опять, вот если человек не проникся русским языком, скажем так, уже до мозга костей, и не мыслит им, соответственно, на каком-то ментальном уровне, вот он этого не поймет, это вроде все одно и то же самое. Я говорю, нет, ребята, страна, государство, держава и государственность и державность. Это, ребята, очень разные вещи. А еще есть отечество. Конечно. Так вот. И вот богатый человек, он знает эти отличия и может оперировать в жизни. И также коллекционирование. Вот можно смотреть на значок, вот можно смотреть на какую-то там, скажем, просто упаковку, да, вот вроде там, ну ничего. С другой стороны, вот если так его присмотреться и сложить туда целую историческую эпоху, исторические события, то мы это совершенно можем уже разглядеть совершенно по-другому. И поэтому я считаю, что наверняка абсолютно неправильно, абсолютно неправильно то, что было сделано у нас еще в 90-е годы, в начале 90-х годов, соответственно, с музейным коллекциям, которые есть в Латвии. И сегодня, когда мы можем дойти до музея оккупации, до военного музея, которые в мое время назывались совершенно по-другому, это был музей латышских красных стрелков и, соответственно, музей революции, ну я так условно скажу, это чертимся, это революция еще, да, но то, что у нас нету музея именно латышских красных стрелков, вот не белых, а красных стрелков, я считаю, что это, знаете, это на самом деле, как латыши могу сказать, это ущербно в отношении нашей истории, потому что... Это тоже вопрос богатства. Это богатство, да, потому что я как бывший военный, я еще учащий военным училищем, я работал, соответственно, в библиотеке военного училища, в том числе и Ярославль, в том числе и закрытых фондах. И что я могу сказать, что вот эти несколько десятков тысяч человек, на самом деле, количество навержений их было не так уж много, да, которые истории вошли, как латышские красные стрелки, я могу сказать, аналога, когда один народ или национальность, в данном случае конкретно латыши, которые максимально достигли, там где-то, даже не достигли, 2 миллиона человек, вообще-то всей истории, да, что внесли столько выдающихся, всевозможных вариантов, которые касаются военного дела, несопастимы. Больше в мире аналога нет. Это я могу однозначно сказать, 100%. И сегодня вот целый этот пласт, которым мы могли здесь гордиться, и вот и любому рассказывать, ребята, мы такие, которые вы даже понятия не имеете, кто такие вот латыши, латышские красные стрелки. И сегодня нас вот этого пласта вообще вроде нет. Там все там темное пятно истории, да, там серая какая-то зона. Нужно сохранять, конечно. И в том числе я считаю, что музей, вот именно латышских красных стрелков, мне он очень близок, потому что я в детстве его многократно посвящал, я восхищался этим всем. И сегодня, когда об этом как-то вроде вообще просто вычеркнут этот период, я считаю, это неправильно. Я считаю, это неправильно. А политические аспекты, которые касаются вот таких вопросов, я хотел бы тоже такой нюанс рассказать, который касается Испании. Значит, Испании была гражданская война, 36-й, ну и так далее, да. И потом есть огромное кладбище в Испании. Приблизительно так, что посередине стоит крест, ну, святая мать, да, и так далее, да. И похоронены испанцы. С одной стороны республиканцы, с другой стороны фалангисты. И когда диктатор, генерал Исимус, Сан-Франциско Франко, спрашивали, как это так, что там вместе все похоронены? Вроде там это все как-то не клеится, да. На что ответил генерал Исимус, кстати, диктатор, как вроде он вошел в историю, да, Сан-Франциско Франко. Он пояснял, что, говорит, понимаете одну вещь. Во-первых, они все испанцы. Во-вторых, они все любили Испанию. И каждый боролся за Испанию. Только они видели эту Испанию разной, каждый для себя. Но они все бороли за эту землю. Поэтому нет проблем, что они все лежат на этой земле. Я считаю, это золотые слова, которые наверняка надо и нам подумать. И поэтому к чему и призывай. Призывай тому, что историческое наследие, в том числе и то, которое есть сегодня, которое есть сегодня, ее обязательно надо сохранить. И перед тем, как выносить мусорный мешок, это уже так все умрем, да? Перед тем, как выносить мусорный мешок, всегда наверняка надо смотреть, правильно ли мы все рассортировали. И точно ли вот это все надо выкинуть. Потому что то, что мы сегодня выкидываем вроде так, да, это имеет на самом деле в будущем определенную какую-то роль, определенное значение и даже определенная стоимость. И когда я смотрю, скажем, свой любимый канал, это исторический канал, американский, где показывают вот эти, соответственно, как люди там покупают гаражи и все прочее, со стойной, со всеми там, ну, ребят, и очень интересный вариант, показывают американские ломбарды, как они принимают и оценивают и так далее. Ну, там... Только с точки зрения денег сегодняшнего дня. Да, я там просто... Цены сегодняшнего дня. Я просто балдею, когда там приходит мужичок, приносит там пакет от хлопьев 50-х годов. И за этот пакет он хочет получить тысячи долларов, и он получает их. Да, потому что это американская вещь. Да. Это часть истории американской. И на самом деле, в чем опять заключается этот весь юмор? Как я говорю вот про эту упаковочку с табаком, да? А кто сохранил упаковку с американской хлопьев 50-х годов? Да никто. Это расходный материал. Это выкидывает в момент даме. А кто-то его сохранил аккуратненько, и вот она стоит. И сегодня она превращается в тысячи долларов. На самом деле, это даже вот... И сегодня эта упаковка, если вот ее реально посмотреть, она приносит пользу дизайнерам. Конечно. Какой дизайн был тогда? Какой способ преподнесения информации был тогда? Что использовали? Что получилось, да? Это все можно использовать, то, что было вчера, для сегодняшнего дня, для улучшения нашего сегодняшнего дня, будущего, если мы сохраняем, изучаем, знаем, имеем, можем сравнивать. И то, что касается, соответственно, финансовой стороны, естественно, что самая большая цена на коллекционный материал, это всегда той стране, истории страны, которой это касается. Это однозначно там без вариантов. Хотя есть теми, как я говорю, и которые за пределом границы, и, скажем так, они не имеют резкого какого-то спада. Это, например, награды царской России, если речь идет о фалеристике. Это награды, том числе, Третьего рейха, да, который, она, это топовый вариант в мире вообще, да. И то, что касается наград Советского Союза, я бы здесь хотел добавить, что я с огромным уважением отношусь к Великой Отечественной войне, героям Великой Отечественной войны. Но сам аспект, который сегодня, том числе, сегодня действует на территории Российской Федерации, что там запрещены возмездные операции с наградами Советского Союза, то есть, по-другому, это называется купль-продажа, да. Да, это очень интересный, очень острый вопрос. Что это вызывает и будет вызывать уголовные происшествия, то есть, будут воровать... Последствия уголовные. Да, последствия будут воровать у ветеранов, продавать и так далее, наживаться и все остальное, и все прочее. Да, давайте... Ну, да, расскажите. Да, я... У меня тоже есть, что об этом рассказать. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, я могу пояснить, почему. Да. Во-первых, во-первых, если мы сегодня посмотрим, то огромное количество наград, государственных наград Советского Союза, которые находились в региональных музеях, особенно музеях, экспозициях, при школах, при заводах, при фабриках, при домах культуры... Которые не очень охранялись. Которые не очень охранялись, скажем так, вообще не охранялись. И которые попали под приватизационные процессы 90-х годов, они, пропросту говоря, все украдено. Большинство вот этого всего материала вообще выкинуто на свалку. Ну, то, что поменьше, подороже, это просто украдено. Это во-первых. Во-вторых, во-вторых, и я могу сказать, что есть определенный процент, в том числе родственников, в том числе близких родственников, ветеранов, которые без малейшего угрызнения совести, также, несмотря на этот закон, торгуют государственные награды Советского Союза. Своих предков и родственников, без всяких проблем. Опять же, это вот и вопрос богатства. Да, вопрос богатства. В том числе и умственное развитие, я имею в виду, это аспект. И если мы сегодня посмотрим мировые топовые акционы по фалеристике, то мне сразу вопрос, откуда эти оригиналы, в том числе редчайших орденов, к которым относятся, например, награды советских республик 20-х годов, они имеют статус государственных наград, находятся в этих акционах, без проблем продаются. Откуда в мире гуляет по акционам и по западным коллекциям первые степени государственных наград Советского Союза в виде полководческих орденов? И я могу в окончании просто добавить, что сколько я знаю, то в том числе и единственный орден победы, который находится в частных руках, а этот орден, как я понимаю, врученный королю Румынии Михаю, тоже, соответственно, не находится в Москве, как это должно быть, вроде по статуту, но находится, вроде как, как говорят, но это не подтверждено, юридически частной коллекцией Ротчилдов, потому что они тоже собираются. Да, ну и молодцы, что собираются. Так что я здесь, я не вижу вот такого. И могу, скажем так, с обратной стороны, что я могу сказать? Что в советское время, кстати, какое было отношение? Вот это вопрос, он такой очень скользкий вообще, этот вопрос, который опять касается разных политических строев и эпох. Что приблизительно с начала 60-х годов, там есть конкретная дата, кстати, это можно интернет найти, вдова выдающегося латвийского военного, конкретно генерала Болодиса, который не пострадал при репрессиях, сдала все его государственные награды первой Латвийской республике, исторический музей, Латвийской СССР, где они были приняты, введены опись, поставлены, соответственно, в запасниках, сохранены полностью. И сегодня это является золотым фондом нашего наградного материала страны. Потому что там все первые степени орденов первой Латвийской республики. Это просто, это бесценно. Спасибо этой женщине. И Советский Союз в лице Латвийской СССР без всяких проблем это все принял, хотя там тоже могли возникнуть какие-то вопросы, да, потому что, ну, генерал Болода же получал эти награды, в том числе за то, что воевал с красными латышами, ну, если так вот смотреть, да. Да, 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 да. Но это было как-то... Выше историю. Да, но это как-то было отложено... Это как-то было отложено в сторону. И поэтому я считаю, что должен быть свободный оборот и принуждение вот в этих вопросах, когда начинается в виде нормативных документов, законов регулировать рынок. Я считаю, что это неправильно. Потому что иначе мы доходим до того же самого, скажем, варианта, как при Советском Союзе вроде было запрещено спекуляцией джинсов, но зато все города, в том числе я, да, все юноши, мы все ходили в джинсах все-таки, несмотря на что, да. Хотя это вроде не имело бить права, да. Да, не могло быть, да. Так что, так кажется. Эйнер, давайте я немножко расскажу об этом. Как я это вижу, да, вот когда человек совершил какое-то действие, и государство оценило его каким-то образом и дает ему награду, то есть я вижу, это абсолютно правильно, что это его собственность, этого человека. Если это его собственность, он может распоряжаться, как хочет. Не должно быть никаких законов, это типа, это тебе, но ты вот, да, потом после смерти должен отдать, или тебе, но ты потом вот никуда не можешь. То есть это очень важно. Я это вот понял, когда в 90-х годах была переоценка ценностей, сильная в Латвии, может быть там перегибы были, но ко мне люди приходили и говорили, вот это вот мы себе оставим, а вот это вот мы не хотим хранить у себя вот в семье. Что с этим делать? Я говорю, ну у нас есть коллекционеры у меня в магазине, давайте, пускай они купят, они будут сохранять, для них это ценно. Люди соглашались, это было абсолютно добровольно, осознанно, да, то есть вещи не выкидывались. То есть вот интересный вот момент. Люди приходят, говорят, вот это нам не нужно, мы не хотим это иметь, но при этом они понимают, что это кому-то может быть нужно, что это есть смысл сохранить, да, приносили ли просто ордена, награды, или приносили даже с книжками, что намного интереснее. И говорят, вот мы хотим вот, чтобы кто-то это сохранил, да, ну за какое-то там денежное вознаграждение, и вот это вот, мне кажется, и есть свобода, свободная жизнь, когда люди решают сами, что делать с ихними вещами, или с вещами своих потомков, да, первое. Второе, если общество достаточно развитое, цивилизованное, и вот в том числе на голову богатое, понимающая, что вот история, это важная часть, составляющая нашей культуры, конечно, будут люди, которые будут стремиться находить такие вещи и сохранять. То есть вот я вот вижу эту миссию, то, что вот я выполнял у себя вот 17 лет в магазине, я покупал награды у одних людей и передавал, продавал, ну через продажу, конечно, передавал для хранения другим людям, коллекционерам. И это абсолютно правильный, цивилизованный ход, государство при этом налог получает, тоже не в обиде. И это намного лучше, чем если запретить, то тогда выходят из тени какие-то криминальные структуры, которые то, видя спрос и предложение, будут как-то участвовать какими-то своими криминальными методами. От этого все будут страдать, и государство от этого ничего не получит. Я с вами полностью согласен, и вообще то, что касается именно наград, потому что это близкая тематика, есть несколько вариантов. Вариант есть первый, и в том числе это в мировом уровне все это существует в данном мире. То есть вариант первый, что по уставу или статуту награды, предусмотрено, что награда отдается назад государству после смерти его, соответственно, носителя, то есть награжденного. Здесь вопросов нет. Если уставе это заложено, то я считаю однозначно, награда должна быть возвращена назад государству. Такое есть. Это какие-то очень высшие награды, с бриллиантами, с золотом, наверное. Такое есть истории, была история, я здесь вижу ничего плохого. Другой аспект, как, скажем, это было до 40-го года, например, Латвии, когда, чтобы получить награду, мне присужденную, я должен был за нее заплатить. За изготовление. За изготовление, саму стоимость награды. И, кстати, поэтому это были довольно большие деньги, между прочим, тогда. И поэтому некоторые люди, особенно люди культуры, у которых не было денег и так далее, они не смогли получить свою награду, потому что они не могли заплатить этих денег. Здесь, если, соответственно, человек заплатил, то это автоматически его собственность. То, что касается советских наград, там тоже есть разные периоды. Били периоды, когда надо было возвращать назад, потом был перечень, которых надо возвращать, которых не надо возвращать, и остаются семьи и так далее. То есть, если здесь не нарушен вот именно вот этот вариант, закон, который регулировал, что когда надо возвращать назад, я считаю, что семья, родственник имеет полное право распоряжаться этими наградами. Я могу сказать больше, несмотря, опять, вот то, что вы говорили по поводу этих запретов, естественно, что сегодня юридически не может быть реализован, например, знак Герой России. с документами. Это против речи к закону. Так я могу сказать, что я на территории Латвийской Республики, нашей, Латвии, сегодняшнего дня, я несколько лет назад держал в руках, мог подержать, естественно, не купить, потому что эти деньги для меня заоблачные, полный комплект наград на одного человека, героя России. За, сразу могу сказать, даже за что, за первой чеченской кампании. Ну и как мне сейчас, уважаемые российские коллеги, мне поясняют, как это все оказалось в Риге. Вот ответ на вашу вопрос. Это вот крозапрет. Да. Возникают какие-то криминальные ходы. То есть, в России там, возможно, может возникнуть какие-то последствия, и виш, которая, по идее, музейный уровень и должна обязательно находиться в России, она вывезена за пределы России, чтобы не было никаких проблем, и здесь она уходит дальше. Пожалуйста, вот ответ вам на то, насколько этот закон логический с точки зрения даже сохранения исторической памяти. Да. То есть, это достаточно нециализованные иногда законы, требования, не соответствуют реальной жизни. И, возможно, лучше бы было, конечно, если какой-то коллекционер приобрел, если, скажем, человеку этому или родственникам не нужны эти награды, возьмем простой правильный путь, да, они бы могли продать за какие-то большие деньги тому, кто это будет сохранять дальше. И это было бы на территории России. Да, для пользы сохранения истории России это было бы намного значимее. Хотя, чисто на эмоциональном уровне, чисто человеческое овощение представляет, как можно, скажем, продать награды своих родителей. Для меня это как-то... Давайте об этом поговорим. Для меня, как вы видите, вот... Для меня это как-то не доходит вообще, если честно, да. очень хороший, да, вот я вот... Для меня как-то это не доходит, ну, потому что... Я это не понимаю... Есть какие-то вещи, как стержень семьи, да, которые... Есть смысл передавать из поколения в поколение. Есть вещи, которые касаются просто нравственности, морали, да. И если у человека с нравственностью, моралью все порядки, порядки все, да, или даже частично порядки, я считаю, что то, что называется, это реликвии, реликвии семьи, да. То есть, ну... Я считаю, что... Как бы так сказать, что... Видите, время от времени приходят другие какие-то политические группы, которые дают другие оценки нашей истории. Нет. И под воздействием других оценок люди начинают принимать какие-то... Ну да, решения. Ну, здесь, я считаю, что наверняка неправильно, потому что то, что касается родственников, то, что касается родителей, вряд ли здесь должны на это влиять влиять какие-то политические решения, какие-то, в том числе, решения законодательных, на уровне, потому что я считаю так, что, ну, в базичном варианте, хотя это невозможно выполнить, это мы все понимаем, но я считаю в базичном варианте, в базичном варианте, что закон, который запрещает торговать наградами и так далее, он совершенно ненужный, потому что тот человек, у которого с головой, как я говорю, я люблю эту фразу, все в порядке, он никогда не придастся, например, награду своего отца, но это исключено вообще. Соответственно, если это уходит, обиход, торговый обиход уходит, то я не вижу, почему это должно быть запрещено. Вот весь ответ. Идар, вот смотрите, вот у вас есть коллекция, и у вас есть свои награды, как вы видите, вот сами передавать как-то следующим поколениям вашей семьи, или что? Как бы вы хотели, чтобы это сохранялось? Вот это ваша работа, вы сделали большую работу. Я думаю, что награды, которые я лично сам имею, я надеюсь, в крайнем случае, я думаю, что они будут сохранены соответственно, через моих детей. Но я надеюсь, в крайнем случае, так. В крайнем случае, я их так воспитывал всегда, то, что... То есть вы с ними разговаривали об этом? Да, конечно. Есть понимание там? Да, конечно, конечно. То, что касается именно этого, то, что я здесь вот держу, да, это будет издана книга, я надеюсь, это получится, издана книга. Потом, скорее всего, это будет подарено Огрыскому, соответственно, он называется... Краеведческому музею. Краеведческий музей. Потому что здесь по деньгам это так все. А исторически я очень сомневаюсь, что у них это вообще есть. Это, во-первых, я сомневаюсь. Во-вторых, я сомневаюсь, откровенно говоря, что Огрыском Краеведческом музее, я себе ни в коем случае не считаю профессионалом или специалистом, но я очень сомневаюсь, что по отдельным вопросам у них есть такие просто накопленные знания, как они есть у меня. Да, вот поэтому книга и нужна. Да, поэтому нужна книга. Вот весь автоматический ответ, да. Так что я как-то так это все вижу. И здесь из этих всех вариантов вот я не вижу противоречия между ними, да. Как-то так. И то, что вообще касается наград. То есть здесь есть очень много интересных вариантов. Это вообще настолько интересно исторически есть варианты, да. Могу несколько рассказать. И если мы посмотрим фотографии Великой Отечественной войны, Великой Отечественной войны и послевоенного периода, то есть начало 50-х уже годов, да, то мы увидим и том числе у военно-начальников советских фотки, где они, кстати, носят на груди Георгиевские кресты. Первый мировой. И не только Первый мировой. И там тоже как-то это все там как-то вот это все клеивание мести, вот это было как-то там тоже так, ну так. но те, которые были чисто боевые награды за защиту Российской империи, эти люди не боялись носить. Хотя мы понимаем, что именно во времена, скажем, гражданской войны, ну там, когда соответственно... Ну это самое страшное, гражданская война. Когда наши доблестные чекисты находили награды царятам, это тоже могло кончиться не акти приятно, да? Да, да. Я могу рассказать другой еще уже практически юмористический вариант из конкретно латвийской истории. Это, да, 60-е годы, 9 мая, День Победы, по улице Владимира Ильича Ленина, тогда в центральной улице Риги, идет мужчина. Лет, ну, приблизительно под 60 по тем временам. И у него на левой стороне, как я понял по рассказам, медаль за отвагу, самая основная солдатская медаль и орден славы третьей степени. Все нормально. А на правой стороне железный крест второй степени. и он идет такой. Наша доблестная милиция его вяжет, как говорят, да, ну, задерживает. Что провокации же на 9 мая. Ну да, они так смотрят, их так учили. и он в милицейском участке вытаскивает документы с одного кармана наградные на славу третью и за отвагу. А с другой стороны, лист награждения железным крестом второй степени. он говорит, я имею оба. И все в таком глубоком раздумии, как это возможно. И он поясняет, что он в 44-м был призван латышский легион СС. Успел повоевать, успел что-то сделать на фронте. Его наградили железным крестом. Там же его взяли плен. Кстати, вот опять исторически, что злые смершилцы его не расстреляли, не посадили. Кстати, несмотря на награду, там же переодели, только советская форма, дали винтовочку и вперед, сейчас только уже другую сторону. И он опять воюет. И получает эти награды. И все время за Латвию. Да, ну там непонятно за что, непонятно за что, но это исторический факт. И сейчас вопросу милиции, что с ним делать? Ну, единственный нюанс, что он еще был немножко выпавший, скажем так, на радость наверняка, что остался все живой. Так что, что я хочу с этим сказать? Что через фаляристику можно настолько интересные ситуации отследить, о которых даже мы придумать их не можем от реальной жизни, но которые полностью являются реалием. Полностью являются реалием. Да, поэтому есть смысл это сохранять, чтобы потом смотреть, думать, принимать решения и не забывать, что происходило. я могу опять дальше сказать, именно из советского периода и в латвийском периоде до 40-го года, что некоторые офицеры латвийской армии, которые были до 40-го года, и там надо понимать, что после переворота 34-го каждый должен был заполнять анкету типа лояльность по нашим меркам сегодняшним преданность и так далее. И там основные критерии были такие, что он дико воевал против коммунистов, естественно. И эти люди, некоторые остались живые вот этих пертурбурациях, потом служили уже через территориальный корпус латышеский Красной армии, закончили войну, не погибли, и были награждены советским опять боевыми наградами. То есть получается вариант какой? И из них еще некоторые успели еще послужить пред царе еще первую мировую войну. То есть там получается что человек вообще имел награды царской России, буржуазной, как мы говорим, Латвии и Советского Союза. То есть вариантов и вот этих всяких вот таких вариантов довольно много Латвия богата найти исторические события, перемены и да, в принципе если нету музеев, как вы тему назвали, а музея нет по этой теме, то кто как не коллекционирует и сохранится. И вот такие вот вещи, почему мы об этом говорим сегодня, что они сохраняются и следуют в том числе именно через коллекционирование. То есть я поэтому считаю коллекционирование это очень важным фактором сохранения исторического наследия. Во все времена независимо какая сегодня политика, какая она будет завтра и все остальное и все прочее. Да, я даже так вот скажу, что чем больше в стране коллекционеров, тем эта страна, этот народ богаче. однозначно. Потому что если мы посмотрим те же самые Соединенные Штаты Америки, ну они вообще немножко двинные на эту свою тематику, да, и сколько я смотрел... Ну это хорошо, это положительный. Это положительный, конечно, в том числе и в Великобритании. Они там каждый нюанс, каждый винтик своей истории, каждый винтик там все собрано, все это стендок стоят, все это домашние коллекции, все и каждый из них там рассказывает вот это так, это так, очень много потеряли ввиду вот этих всех политических таких вариантов, войн, которые здесь шли, каждые 20 лет была мировая война, и соответственно поэтому у нас на самом деле исторического материала осталось очень мало. Так как-то? Да, так что коллекционеры вся надежда на вас. Продолжение следует...